Необычные археологические находки для своего времени обнаружили шведские учёные в окрестностях города Мутала на берегу небольшого озера у одноимённой реки в болотистых отложениях. Черепа минимум от девяти взрослых человек и кости младенца были обнаружены в странном могильнике тех времён, который в те далёкие времена был дном озера. Также были найдены инструменты и части животных. Возраст останков около 8000 лет. Находки, судя по датировке, относятся к мезолиту. В те времена на территории Скандинавии обитали охотники-собиратели, что удивило исследователей, потому как черепа были найдены без остальных частей скелета и нижней челюсти кроме одного, то есть они были отделены от тел умерших. А минимум двое из черепов имеют следы насаживания снизу на кол, ещё в то время, когда там оставалось мозговое вещество. Поскольку, судя по другим находкам мезолита Скандинавии, в те времена уже широко практиковались захоронения тел умерших, то эта находка вызвала множество вопросов. Потому как впервые были обнаружены черепа, посаженные на колья. И судя по всему, они были укреплены в вертикальном положении до того, как попали в воду. На одном из черепов даже сохранился фрагмент дерева. Помимо этого вокруг были кости животных, отсортированные по видам. Это были в основном черепа бурых медведей и кабанов. Учёным удалось установить, что четыре черепа принадлежало мужчинам. Два черепа были женскими, а половую принадлежность других пока установить не удалось. Проводятся анализы ДНК. Но предварительно исследователи говорят, что двое из мужчин были родственниками на уровне двоюродных братьев. Скелет младенца был совсем маленьким, что говорит о том, что он был либо мёртворождённым, либо погиб вскоре после родов. Но его останки были завёрнуты в какой-то материал. Также были обнаружены загадочные травмы головы у мужчин и женщин, которые отличались по характеру в зависимости от пола. Мужчин били сверху и в лицевую часть, а женщин только по затылку сзади и чуть правее. У половины черепов имеются следы заживления этих травм, что говорит о том, что это не они привели к смерти. Возраст лишь одного из людей был более 50 лет. Двое других были возрастом от 20 до 35 лет, а остальные от 35 до 50 лет. Также, недалеко от места находки черепов было обнаружено около 400 корьев. Возможно они служили ограждением или на некоторых из них тоже были закреплены черепа людей и животных. Вероятно, для устрашения или в качестве неизвестного символа, а может быть ритуала. На данный момент для учёных остаётся загадкой то, с какой целью так поступили с людьми. В Скандинавию люди пришли около 11 тысяч лет назад, в конце ледникового периода, с территории нынешней России и из земель современных Дании и Германии, и за 3 тысячи лет уже вполне могли смешаться в одно население, и вряд ли эти группы могли враждовать, хотя их внешность изначально отличалась. Также не исключено, что эти люди были пленниками или рабами, но это уже совсем ничем не подтверждено. Учёные предполагали, что это могло быть и наказание. Но странным является и характер побоев у мужчин и женщин. Почему мужчины были травмированы спереди, а женщины сзади? Также считалось, что охотники-собиратели вели кочевой или полуоседлый образ жизни и не было обнаружено в районе находок никаких признаков жилья. Хотя вместе с черепами были найдены и каменные блоки. В общем, много ещё загадок не разгадано учёными. Но новые научные факты добавляют пище для размышлений. Очень интересно, какой социальный строй был в те времена и какие порядки. Хотя никто не сомневается, что в те времена человек был весьма жесток. Но любопытство стимулирует познание. В любом случае эта удивительная находка бросает вызов нашему пониманию обращения с живыми и мёртвыми во время мезолита в Европе. Возможно, дальнейшие археологические раскопки прольют свет на драматические события, которые происходили на территории современной Швеции в каменном веке. Подсказка этому может служить находка остальных частей скелетов. В том аспекте, как эти останки были захоронены. Хотя они могли и не сохраниться. Здесь хотелось бы обратиться с вопросами к зрителям. Как можно представить события, происходившие восемь тысяч лет назад в Скандинавии, основываясь на находках? Кем могли быть эти люди и зачем их черепа насадили на колья? Любые фантазии и юмор в ответах приветствуются. Субтитры создавал DimaTorzok